Детали сообщения об отстранении народного мэра Славянска узнаем прямо сейчас. С нами на видеосвязи Денис Пушилин, председатель Верховного Совета ДНР. Денис, здравствуйте. Что же произошло все-таки с Пономаревым? Арестован, снят с должности? Ситуация складывается таким образом, что я сейчас не могу до конца не подтвердить, не опровергнуть информацию. Почему? Потому что город находится в осаде Славянска. И сейчас я всю информацию черпаю из прессы или из фейсбука. А с господином Стрелковым вы не связывались на этот счет? Сегодня связаться не получилось, потому что город действительно в осаде. Ни света, ни телефона, ни мобильная связь. Сегодня до сих пор еще я не связался, до сих пор у меня подтверждения голосового нет. Скажите, пожалуйста, а с точки зрения вертикали власти в ДНР, кто отвечает за назначение снятия мэра с должности? Смотрите, учитывая, что сейчас военное положение, вот именно что касается, в частности, Славянска, то там полнота власти все-таки у Игоря Ивановича Стрелкова. Еще скажите, сегодня было заявлено господином Порошенко о создании некого гуманитарного коридора для мирных жителей. Есть шанс, что Киев слово сдержит? Очень маленький шанс. Почему? Потому что это заявление опять было популистским. И, к сожалению, вынужден констактировать тот факт, что не все подразделения, то есть не все бондформирования, уже так прямо говорить, подчиняются, в частности, Порошенко или же правительству. Ну, возможности для эвакуации людей у вас есть сейчас? На самом деле мы сейчас своими силами пытаемся и вывозим ежедневно детей, женщин, потому что... но это все сопряжено с риском. Поэтому мы общались по поводу гуманитарного коридора, но прежде чем дошли до гуманитарного коридора, то есть говорили о взаимном прекращении огня, хотя бы на какой-то период. И с их стороны даже были отданы приказы со стороны Киева, но огонь не прекратился, и мы сделали вывод, что они просто не контролируют ситуацию. То есть после инаугурации Порошенко у вас уже были какие-то контакты с представителями украинской власти? Звонил товарищ Аваков, говорил о взаимном прекращении огня, о следующем шаге гуманитарный коридор. Но на первом шаге у них случился опять прокол, и даже после подтверждения того, что приказ отдан и получен обратный ответ, скажем так, от подразделения, огонь продолжился, причем даже с использованием ГРАДа. То есть вот мы сделали вывод, что ситуация не контролируется Киевом. Теперь ввести разговор о гуманитарном коридоре весьма проблематично, потому что часть подразделения, может быть, послушает приказ, а часть все-таки откроет огонь. А мы рисковать детьми, женщинами, ранеными, весьма там, скажем так, неправильно. А если позволите, кому звонил кто в Донецкой Народной Республике уполномочен вести такие переговоры? Аваков звонил, в частности, мне. И еще скажите, пожалуйста, на днях, три дня назад был убит один из ваших помощников, как-то продвинулось расследование, что произошло? Сейчас следствие продолжается. Одно можно сказать, что работали действительно специалисты и с использованием дорогого оборудования. Поэтому сейчас еще все данные следствия, то есть не все можно разглашать. А мотивов что-либо ясно? Обратно, только лишь версии. Спасибо вам большое за ваши комментарии. У нас на связи из Донецка был председатель Верховного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.